Так, ты снимаешь? Снимай, снимай. Я говорю, вы не проходите на территории. В 8 утра приехали с администрацией Аграрного университета и охрана. Сообщили о том, что здесь лошадей больше не будет. Кони, люди, слезы, полиция, охрана. Таких эмоциональных скачек эта каниферма за свои 37 лет еще не видела. Территория находится в поселке Центральный на балансе Аграрного университета. Сегодня юные спортсмены, их родители и тренеры были огорошены. Ректор Аграрного университета принял решение о закрытии фермы. Представители вуза и охрана попросили всех покинуть территорию. Забежали в конюшню, начали кричать, быстро отсюда вышли, конюха начали выгонять. Он занимался, кормил лошадей. Все, выходи отсюда. Спортсмены потеряли место для тренировок, а эти люди – свои рабочие места. А для Аграрного университета, видимо, само существование фермы было проблемой. Содержать 34 лошади невыгодно. Животные принадлежат государству. После закрытия канифермы их увезут на ипподром. По словам общественников, они неоднократно предлагали варианты, чтобы снизить финансовую нагрузку на вуз. Но опять же, по их словам, ответа не поступало. Я предлагала возможность содержать лошадей за свой счет. Они бы стояли дальше на балансе университета. Я предлагала взять в аренду этих лошадей вместе с территорией, для того, чтобы снизить затраты по содержанию этих лошадей. Я предлагала купить этих лошадей с возможностью взять в аренду эту территорию. Я осведомлен, что будут продолжаться тренировки, но только не здесь, скорее всего. Я тогда просто не могу идти. В пресс-службе аграрного университета подтвердили, что лошади будут переданы по договору аренды Барнаульскому ипподрому. Животные получат должный уход, чему не верят общественники. Также в вузе подтвердили, что каниферма содержалась на внебюджетные средства вуза и была убыточной. Еще в университете заверяют, что по итогам проверки на ферме Центр гигиены и эпидемиологии выдал отрицательное заключение. Ближе к вечеру часть лошадей уже увезли. Можно только представить, что это значит для тех, кто работал на этой ферме с 80-х годов, отдав своему делу всю жизнь. Непонятно, какой-то замкнутый круг, что ректор хочет, непонятно, какая обида у него на заведующего канифермой. Конечно, на заведующего канифермой я, как его супруга, должна обижаться, потому что это невозможно с таким человеком жить, который всю свою пенсию тратит на корма, на ремонт крыши. И еще это ужасно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.